Есть распространенное представление об ограничении прав турецких женщин в Турции, что они зависят от мужчин и должны подчиняться им во всем, как в большинстве стран, преобладающей мусульманской религией. Отчего складывается образ турецкой женщины, как некой кроткой и покорной. Но так ли это на самом деле? Сегодня поговорим о менталитете турчанок и какое же место на самом деле женщины занимают в Турции. Ты на канале Turkey Space Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Для начала стоит отметить, что истинное положение женщин в Турции существенно отличается от арабских стран и стран Персидского залива. Стороннему наблюдателю в Турции видится патриархальный уклад жизни, но на самом же деле главной в турецкой семье является именно женщина. И это выглядит весьма причудливо ввиду необычного сочетания уклада мусульманского домостроя и отголосков матриархата, который по сути властвовал у тюркских народов еще в древние времена, несмотря на распространенное, но ошибочное представление о преобладании мужской силы в культуре тюрков. И если немного углубиться в историю происхождения турецкой нации, то ошибочность рабской доли женщин в их культуре становится очевидной. Турки произошли от кочевых военных племен, где женщина наравне с мужчиной участвовала в решении многих общественно значимых проблем. Яркие свидетельства важной роли женщины в обществе тюркских племен до сих пор сохранились в виде письменных источников, а также в народном творчестве, где с высокой почтительностью говорится о ее социальном статусе. Известно также, что в древних верованиях тюрок существовала богиня Умай, особо высокопочитаемое женское божество, покровительница детей и рожениц. Наряду с образом с тюркской женщиной-матерью, на первый план ставился образ женщины-воина, способной на героические подвиги. Об этом свидетельствует Бессмертный Дастан Огузнаме, созданный в 8 веке и в эпосе Дедек Оркут, где перед взором читателя предстает образ тюркской женщины с ее многоплановой ролью в жизни и ясно показывающий ее равный с мужчиной статус в обществе. И даже в средневековом тюркском обществе мужчины в жены брали себе именно таких женщин, которые были равны им по силе. Важными критериями в выборе жены были ее умения смело ездить верхом на лошади, ловко обращаться с мечом и метко стрелять из лука. Исследовавшие гектюрские надписи турецкий ученый обнаруживает, что женщина древнего тюркского общества была свободна в выборе супруга, что указывает на то, что она была свободной личностью. Она также активно участвовала в финансовых вопросах семьи, подписывала различные документы и соглашения своей рукой, своей росписью. И многие отцы в древней тюркском обществе молили богов о рождении именно дочери. И структура семьи хоть и считалась патриархальной, но сильно отличалась от патриархата, который царил у таких народностей, как, например, ассирийцев, кетов, вавилонян, китайцев и других древних народов, где женщина и дети являлись собственностью мужа и не допускались до многих сфер жизни. В тюркских же племенах роль мужа и отца заключалась именно в покровительстве жены и детей, и право на участие во всех сферах жизни у них было абсолютно равное. Да-да, не удивляйтесь! Если вы спросите, а как же вот эти вот все гаремы, рабство? Первоначально рабство и гаремы были чужды тюркам, о чем свидетельствует даже полное отсутствие какого-либо слова в их языке, обозначающее многоженство и то, что с ним связано. Обычай заводить наложниц к древним тюркам пришел из Китая и древнего Ирана. С возникновением тюркских империй, каганатов, их правители, хаганы, стали заводить помимо законной жены еще и наложниц, которые назывались кума или адолиски, в переводе на русский кумнатная женщина. Но роль в семье им отводилась совсем иная. Они практически не имели никаких прав и никогда не считались полноправными супругами. Связано это с тем, что наложницы никогда не происходили из родного клана хаганы. И даже если у наложниц рождались дети, они никогда не имели права наследования, даже если их отец являлся императором. То правителями они также стать не могли. И своих матерей они обязаны были называть тетями, а матерью называли лишь законную и единственную супругу их отца. Причиной тому было строение семьи, основанное на священности первого брака. Браки, супружество в тюркском обществе, означало также и владение собственным домом и собственным очагом. Так Зия Гекальфа в своем произведении «Основы тюркизма» описывает, как зарождается тюркская семья. В своем произведении она рассказывает, как молодой юноша становится мужчиной, проходя испытания смелости и силы и на всеобщем собрании нарекается новым именем. Таким образом, он получал признание взрослого мужчины и право женитьбы. Ну, таким образом, выходя из-под опекунства своего отца. И такой молодой мужчина не ждал смерти своих родителей, чтобы получить свое наследство, а получал его сразу при заключении брака с выбранной невестой. Невеста, в свою очередь, также получала наследство своих родителей. И новоиспеченная семья, объединяя свое имущество, уходили жить в свой собственный дом. У тюрков не было принято жить в семье мужа или семье жены. Молодожены всегда жили отдельно и строили самостоятельно независимую ячейку общества. Поэтому у тюрков после свадьбы всегда появлялся еще один семейный очаг. И этот дом всегда принадлежал одинаково как мужу, так и жене. А не только мужу, как, допустим, у арабов. У древних тюрков жена и муж были обязаны сохранять верность друг другу, так как понимали, что это обеспечивает здоровье и семьи, и общества. Помимо всего прочего, за женщиной всегда сохранялись все ее экономические права. Она имела право распоряжаться своим имуществом, владеть живностью, феодальными поместьями и усадьбами. Примечательно еще и то, что равноправие мужчины и женщины и равновесие в семье распространялось и на управление государством, проявляясь в юридической форме. Так на собраниях всегда должны были присутствовать муж с женой вместе. Поэтому, если в каком-нибудь изданном ханам указе звучало «ханам приказано», то такой указ не имел никакой силы, так как ответственность за принятие решений за изданный указ внесли оба супруга. И указ имел легитимность только в том случае, если начинался со слов «хан и супруга хана приказывают», и присутствовали подписи обоих. Таким образом, единолично хан не мог не принимать, не издавать никаких указов. Так же хан не мог единолично принимать какого-нибудь иностранного посла или организовывать торжественные мероприятия, заседания, приемы, богослужения, принимать мирные соглашения и даже обсуждать военные действия. При всем при этом обязательно должна была участвовать его жена. Не просто сидеть рядом, а активно участвовать и высказывать свое мнение, с ней считались. И даже в X веке, когда тюркские народы, принявшие ислам, строили новые государства, заставили принять общество ряд новых взглядов и обычаев, связанных с тюркским обычным правом. Когда на престол бывших арабских империй садились женщины исключительно тюркских и монгольских династий, что ярко свидетельствует о высоком статусе женщин в тюркском обществе. А в некоторых случаях тюрки ставили женщину даже выше мужчины. Таким образом, многие европейские исследователи неверно понимали положение женщины в исламском обществе. Они рисовали образ мусульманской тюркской женщины, эдакой рабыней-мужчины, которая влачила существование затворницы. Между тем, как тюркские мусульманки были не только дееспособны и свободны, но и получили свой правовой статус даже раньше, чем европейки. Турчанки получили право голоса в 1930 году, а женщины европейских стран, например, Франции, в 1944 году. Благодаря чему тюркские женщины твердо знали свои права в области торговли, могли распоряжаться своим имуществом и не отказывались занять значимое место в обществе. В истории даже есть пример, когда полноправной единоличной императрицей тюркского мусульманского государства стала именно женщина по имени Разия Хатун, которая крайне эффективно управляла государством и с ее мудростью и силой не мог сравниться ни один мужчина. В годы ее правления в государстве активно развивалась наука, право во всех сферах и активно росла экономика. С течением времени роль женщины в современном обществе несколько изменилась, но рабой своего мужчины она так и не стала. И вот этот вот высокий статус женщин в историческом тюркском обществе сильно сказался на воспитании девочки и формировании менталитета современной турецкой женщины. Отношение к женщине в Турции еще с самого ее малолетства, как к прекрасному цветку, который нужно ховлить, леять и охранять, но при этом ни в коем случае не мешать ему цвести. Сначала этим занимается отец и брат, а потом муж. А если семья распадается из-за развода, то обеспечением и охраной женщины занимаются уже вновь ее семья и бывший муж. Даже после развода, пока она вновь не выйдет замуж. Есть действия современной турчанки, которые вызовут недопонимание турецкого общества. Например, такие как трудная дружба с мужчинами, добрачно-интимная связь или выбор карьеры не в пользу создания семьи. Так как зону ответственности женщины в Турции – это собственная честь и сохранение своей нравственности, а остальное уже зона ответственности мужчины. Однако, стоит заметить, что турчанки и сами не против такого порядка вещей. И часто именно сами предпочитают делать выбор в пользу создания семьи. Связано это в первую очередь с банальным удобством и комфортом, который очень ценят турецкие женщины. Так как структура турецкой семьи сохранила те же порядки, что и у древних тюркских народов, в семье муж всегда слушается жену и всегда делает именно так, как будет комфортно жене. Для турецкого общества такой порядок вещей – весьма ординарное явление. Турецкая женщина вполне имеет право пилить своего мужчину и высказывать ему претензии, если она недовольна его действиями. Обязанностями же турецкого мужчины в браке является полное обеспечение жены и детей и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. А если женщина не хочет работать, то она не обязана это делать. Ее работа – забота о детях и семейном очаге. Она должна обеспечивать чистоту и порядок в доме, готовить, чтобы в семье и дети ему всегда были вкусно накормлены. А поэтому имеет право требовать от мужа, чтобы он больше работал и зарабатывал. Поэтому если турецкий мужчина приносит в семью недостаточный доход, то он идет и устраивается на вторую и третью работу. И общество турецкую женщину в ее требованиях по отношению к мужу всегда поддержит. Потому что здесь считается, если мужчина взял женщину в жены, значит взял на себя всю полноту ответственности, чтобы семья была обеспечена. А турчанки всегда на первое место ставят материальный аспект. У турчанок очень высокая самооценка. Их самооценке позавидуют любые народности. Она чувствует себя главной в семье и независимой, как это странно бы не звучало, так как всегда знает, что муж сделает все, что она попросит. Общим в характере турецких женщин проявляется сильный эгоцентризм. Именно поэтому все, что они хотят от семейных отношений, так это достойную и более-менее обеспеченную жизнь, а также гарантии своей собственной спокойной старости. Именно поэтому браки в Турции часто заключаются не по любви, так как турецкая женщина, выбирая мужчину, опирается в первую очередь на его материальный достаток и финансовое благополучие, а не вот эти вот чувства любви. А как же с милым рай в шалаше? Ну вот так вот, у них не рай. И даже если мужчина жалуется на постоянные истерики и претензии своей супруги, и даже на то, что она не кудышная хозяйка, но при этом если она вышла замуж с девственницей и при этом продолжает сохранять свою нравственность, то большая часть его друзей и членов семьи поддержат именно его супругу. Аргументируя свою поддержку тем, что ну и пускай она истеричка, зато она хранит свою честь, что еще тебе надо. А за сохранностью чести, конечно же, еще присматривает вся ближайшая общественность, близкая и дальняя родня, друзья, знакомые, соседи, которые, если что, всегда донесут до мужа, если вдруг жена поведет себя как-то распутно и даст усомниться в своей благонравственности. Однако в более европизированных городах, где большая примесь в обществе иностранцев с европейскими нормами морали, этот самый моральный аспект в поведении турецкой женщины претерпел некоторые изменения именно в сторону европизации. Поэтому многие уже закрывают глаза и на дружбу с мужчинами, и выбор карьеры, а потом построение семьи. Именно поэтому в таких вот мегаполисах турецкие женщины чувствуют себя совсем свободно и позволяют себе все, что считают нужным. Однако турецкие мужчины по-прежнему придерживаются определенных критериев в выборе турецкой жены. Молодые мужчины всегда предпочитают женщину-девственницу. К разведенным женщинам это, конечно же, не относится. Жена в обществе не должна себя никак компрометировать, то есть не может позволить себе никакого флирта с другими мужчинами. Желательно, чтобы будущая жена была готова следовать традициям семьи. Поэтому холостая турецкая женщина все же должна еще соблюдать некоторые ограничения, преимущественно связанные именно с ее поведением в обществе. А вот после свадьбы, уже в браке, а особенно если она родила ребенка, турецкая женщина становится хозяйкой положения. И в рамках своей семьи руки ее развязываются. И она может требовать все, что ей угодно. Часто турецкие женщины, выйдя замуж, самоустраняются от решения многих вопросов, взваливая все вопросы по благоустройству семейной жизни на мужа. Именно поэтому турчанки вообще не рвутся разводиться, даже если по нашим меркам семья осталась лишь в виде штампа в паспорте. То есть любви нет, секса нет, уважения нет, а из чувства остались лишь раздражения. А если детей в браке нет, то развод ей совсем не выгоден. Так как в таком браке она может жить своей жизнью за счет мужа. Но нужно сказать, тогда и муж ведет свою жизнь, имея интимные связи на стороне. Но ей до этого нет никакого дела, так как муж-то все равно ее обеспечивает. Из-за мужа они будут держаться до последнего, используя все возможные методы хитрости. Ввиду того, что выходя замуж, они обычно не представляют, что когда-либо повторно они будут выходить замуж еще раз. А мужа они удерживают разными манипуляциями, давяя на их чувство вины, прессингуя и делают это весьма ловко. А учитывая, что финансовый комфорт у них перевешивают любовные чувства, удерживать своего мужа они будут до последнего, прилагая к этому все свои уловки. Развод для турецких женщин самое страшное в жизни. Особенно в восточных областях Турции. Так как на такую женщину нередко падает неприятное пятнышко. И родственники нередко напоминают ей об этом. Мол, муж не удержала. Хотя выйти повторно замуж им никто не запрещает. И это сейчас в современном обществе уже не является редкостью. Вывод из всего нашего рассказа в том, что нам кажется свободой и настоящими отношениями, тут часто это воспринимается как разнузданность. А что нам кажется рабством, например, паранжа, тут считается признаком благочестивости. Причем в большей мере именно с самими женщинами. Так как никто им не может диктовать, что правильно делать, а что нет. Они сами точно знают, что для них хорошо, а что нет. И паранжу они носят лишь по собственному желанию, а не по приказу мужа, брата или отца. Вот это поворот! И иногда даже думается, а не больше ли прав у этой турецкой женщины, чем у современной европейской. Сиди себе на шее мужа, делай что хочешь и не парься. А он только деньги тебе отстегивает. Потому что должен. Очень удобно. Да не елка. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео. Также ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, вопросы, комментарии, может какие-либо предложения, пишите в комментариях под видео. И также можете присылать их на нашу почту. А также под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться за помощью в поисках квартиры или за консультацией и сопровождением вопросов в ВНЖ. А если появляется желание, вы всегда можете поддержать наш канал, используя пункцию супер спасибо. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok